Единственное, что двор колодец, конечно, но... Буквально секунды двери закрываются, не нужно ждать, но нет никаких ступенек. Медленно всех строят и сдают медленно всех. Сад почти не попасть, школы все приполнены. Вообще никак, это просто дно какое-то. Блин, ну как приятно браться за дерево, друзья. Обратите внимание, друзья, на строителей брусники. Дерево и металл. Класс. Это сделано сейчас. Какая красивая трава. Просто реально как будто в лес зашел. Вот реально спрячешься в этом лесу, в таком озеленении, и тебя не найдут. Молодцы. Лунный рельеф. Брусника постаралась. И вот очень красиво это смотрится. Уплотнитель даже у брусники отходит. Лифт-кою, у которого стрелочка кнопочки почему-то вот так. Трещина. Деревянная ручка. Есть вот такие рельсины. То я вот чисто отсюда даже не хочу уезжать. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Московской области. В шестом микрорайоне. Городе Видное. Где застройщик брусника сдал и возводит жилой комплекс первый квартал. Брусника выходит на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Застройщика бруснику я знаю по отзывам его клиентов, по живым фотографиям, по видеообзорам. Красивая архитектура, современные проекты, интересные планировочные решения, клиентоориентированная компания и много-много чего другого складывается первое очень положительное впечатление. Лично для меня при выборе недвижимости нужна и красивая архитектура, и озеленение, и входные группы, и количество квартир на площадке, и планировка этой квартиры, чтобы не переделывать все за застройщиком. А также качество объекта. А я в Москве был еще в январе этого года, 2024, и в планах у меня было снять обзор про бруснику. Но со мной связались подписчики, и я уехал снимать инновационный жилой комплекс. От Гранель. Обзоры есть на канале, ссылку оставил в описании. Итак, я когда, соответственно, готовил сценарии и готовил цены. Вот сейчас вам скажу, что в январе 2024 года на его начало, однокомнатная квартира стоила здесь от 7 миллионов 900 тысяч рублей. То на сегодня, на июль 2024, однокомнатная квартира стоит от 8 миллионов 250 тысяч. А на вторичном рынке квартиры здесь хотят продать от 6 с половиной миллионов рублей. Ну что, не будем тянуть, идемте смотреть. Естественно, любой комплекс начинается от его территории, куда вы каждый день приходите. У нас есть вот такой спуск, есть вот такие рельсины, знаете, для пулемета «Максим». Но обратите внимание, это у нас шлифованный бетон, смотрится красиво, плитка смотрится красиво. Везде есть столбики, велопарковка, первый этаж и коммерция. Смотрим на фасад, технологии мокрого фасада. Кто не знает, это возвели дом, приклеили утеплитель, сетку, штукатурку, окрасили от технологии мокрого фасада. Кое-где видны, конечно, неровности. Видим, кое-где есть сетки под кондиционеры, причем немножко разные видны. Это уже отдельно согласовывали с управляющей компанией. Класс англоэффективности, видимо. Адрес – Калиновая улица, первые этажи коммерции, пункты выдачи. Ну, в принципе, фасад смотрится красиво, и мне нравится, что окна достаточно большие. Много в квартирах будет света. Даже здесь, обращаю внимание, что есть вот такое приятное зеленение. Деревца, кустики, еловые насаждения, кора, современное светодиодное освещение. И вот даже вот такая ливнёвочка, чтобы водичка уходила. Там алюминиевые двери. Ну, знаете, здесь, друзья, достаточно приятно пройтись. Квартиры какие? Восьмой подъезд, дверь открыта. Значит, здесь, обращаю внимание, деревянная ручка. Круто. Щетка для обуви. Щетка для того, чтобы вытирать ноги. Заходим сюда. Здесь мы видим от управляющей компании, ну, так полагаю, от застройщика, куча различной нужной-ненужной информации. Из плюсов. Вот у нас так в Питере есть проекты от застройщика ЛСТ, где ты заходишь в тамбур. Особенно это касается, когда, например, на улице ненастная погода, там снег, дождь, град идёт. И ты заходишь сюда, у тебя здесь тепло, хорошо. И ты, соответственно, подходишь вот сюда для того, чтобы прижимаешь ключик, чтобы открыть. Значит, из нюансов, что я бы, конечно, хотел бы, чтобы здесь был какой-то столик, чтобы можно было поставить свои покупки, пока вытаскиваешь ключ. Но, конечно, очень здорово, что так и есть. Видим, что они проходные. Сейчас посмотрим, где можно будет зайти и всё внимательно посмотреть. Из фишек брусники здесь есть магнитный держатель двери. То есть ты её открыл и с коляской можешь спокойно пройти. Первый этаж в уровень землёй. Заходим, закрываем за собой дверь. Просто шикарнейшее, огромнейшее зеркало с подсветкой. И смотрите, такое, знаете, оно затемнённое, зачернённое. Смоется очень красиво. Плитка. Много очень уступов. Здесь под дерево сверху видим большое количество проводов. Конечно, хотелось бы, чтобы как-то немножечко закрыли, чтобы всё так в глаза не бросалось. Подъезд, входная группа смотрится красиво. Для выхода сенсорный датчик, почтовые ящики смотрятся красиво, дерево, металл, нержавейка. Смотрите, ну вот всё чётенько, да. При этом это Московская область, друзья. Это не сама даже Москва. А чтобы выйти во двор, у нас есть здесь несколько ступенек вниз. С коляской, конечно, будет не очень комфортно. Выход. И вот у нас большая колясочная. Обращаю внимание, что это, не знаю, люди или застройщик кто-то ставил крепление. То есть удобно, чтобы экономить место. Ну вот. А холли у меня положительное впечатление. Очень делали чётко. Здесь у нас оборудование инженерное, закрытое. Тут куда-то непонятная дверь. Лифтовой холл. Не сказать, что здесь светло, ярко, да. Но света здесь хватает. Везде есть на углах вот такие уголки. Для того, чтобы когда строители что-то таскают, и мебельчики, чтобы ничего не убили. Два лифта. Не удивлюсь, что два груза пассажирских. Есть этажность с минус первого по четырнадцатый этаж. Тоже в плитке, знаете, ну так в принципе всё просто, но очень красиво. Здесь уже, видим, пошла такая трещина. Потому что вот здесь по ощущениям один материал, а здесь, соответственно, по звуку другой. Лестничный марш. Тоже есть подсветка. Вот ограждающая конструкция. Как поезд, да? Тук-тук, тук-тук по рельсам. Мне здесь нравится, что гладкие стенки просто окрашены. Всё просто смотрится красиво. Не зря Брусника приезжала, смотрела проекты Банава в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, где я помню их встретил. Здесь мы с вами видим ограждающую конструкцию, которая достаточно жильенькая, но при этом она смотрится красиво. И вот здесь, конечно, не смогли. Вот здесь есть ржавчина. Ну, молодцы, что сделали как Банава, что закрепили на анкера. Ну, можно было, конечно, сделать поровнее. Ну, ладно, лестничный марш, не будем придираться. Мне здесь нравится, что, обратите внимание, большие свето-прозрачные конструкции, большое количество здесь света. Сразу видно, что у вас на улице, и вот эта зелень радует глаз. Для жителей, у кого есть пёсики, собачки, есть пакетики. Здравствуйте. Здравствуйте. Лифт Койо, у которого стрелочка кнопочки почему-то вот так немножечко наискосок. Так, управление домами, брусник, обновите мобильное приложение. Можно скачать. Видно, у них своё приложение, в котором можно что-то, наверное, посмотреть. Вот тоже, видите, всё просто. Вот это, кстати, банава так делает. Плитка под дерево. Плитка, во-первых, это что? Это долговечный материал, её легко очищать, смоется красиво. Но, конечно, когда здесь одни укладывали, вот здесь, кстати, лучше сделано, чем там приходит. Там было больше уступов, здесь их чуть меньше. Долго едет. Если посветить фонариком, то сразу будет всё видно. Вот это напоминает мне чем-то пиковское решение. Вот такая крупноформатная плитка. Тоже всё чётенько сделано, молодцы. Придраться пока не к чему. Только если вот к тому, что белый красили, немножечко подкрасили плитку. Обратите внимание, какой шикарнейший лифт. 14-й этаж. Зеркало вовесь в какую-то часть лифта, да, с пола до потолка, от стены до стены. Лифт здоровенный, широченный. И лифт расположен вот так. То есть, когда мы с вами затаскиваем крупногабаритный какой-то материал и элементы, то, соответственно, здесь всё удобно и практично. На полу плитка, стеклянные панели, стекло 24. Он до сих пор, видите, осталось. Сверху такой мотованная нержавейка. Цвета хватает. Ну и экранчик такой какой-то. Как вы знаете, он есть, он нормально прикольный, но сам этот экран, как вы знаете, такое ощущение, что допотопный. Дверь открывается быстро, это очень здорово. Выходим, он объявил 14-й этаж. Какие здесь есть квартиры. Вот на такой вставочке стеклянной всё сделано. Ну, чётко смотрится. Ровные, красивые стены. Тут, понятно, уже кто-то заляпал. Стеклопакеты, полагаю, по гарантии меняют. Обращаю внимание, что у нас, во-первых, здесь есть указатель лифта. Указатель удобно расположен, что он вот здесь, и не нужно смотреть наверх. Что вот здесь плитка на 14-м этаже, что на 1-м этаже. Всё одинаково. Знаете, как у наших застройщиков будет первый этаж красивый, а со второго и выше просто трындец. Как будто ты из комфорт-класса попал в суперэконом. Пульт управления вот здесь находится. Никаких дурацких замоков, как у нас часто вешают. Обратите внимание, здесь только дверь выпирает. А всё остальное плитка, и вот красиво тоже обрамление сделано. Молодцы. И даже здесь с дверьми не сэкономили, потому что у нас бывает вот такие же двери ставят на первый этаж, а со второго и выше ставят самые дешёвые, всё, что могли только найти. Лестничный марш мы посмотрим чуть позже. Значит, здесь у нас широченная дверь. Знаете, как я говорю всегда, что пройдёт даже хоть и рояль, потому что она широкая. Так, а, тут кнопочку надо нажимать, да, чтобы её... Да, вот. Смотрите, как сделала брусника. Ну, полагаю, что эта дверь... Дверь обычно стоит вот так, потому что всем удобно. Уплотнитель даже у брусники отходит. Вот, надо погорать. Ну, да, клеевого слова практически нет. Вот, видите, тоже отсюда убегает. Когда вот такие мелочи видно, знаете, тоже обидно. Но, в целом, смотрится пока вот положение в печи... Ох, ты как здесь круто-то, друзья. Есть указатели, на каком... Какой этаж и какие квартиры, куда. И вы знаете, этот указатель сделан очень круто. То есть, вот дверь ты открываешь, или она открыта, и сразу ишь, трёхсотая квартира, мне налево. Смотрим. Широкий коридор. Такая же... Такие же ламыли на потолке. Под дерево. Столбики освещения. Здесь вот такой светильник, и вот очень красиво это смотрится. Широченные двери. 302-я квартира. Тут под дерево ручка, один замок, всё лишь... Ну, вот, блин, очень всё чётко. Замки на низком уровне, как клавиши включения и выключения света. Смотрите, как всё сделано. Это хорошо, чётко забрало. Ровненько, не придраться. Ровные стены. Света очень красиво. Знаете, вот они здесь и экономят свет, и этого света здесь хватает. Мне нравится. Молодцы. Молодцы. Обратите внимание, как классно выглядит, друзья, коридор. Брусненько постаралась. Значит, инженерное оборудование. Все щётчики вот в этих шкафах. Всё закрыто. Немножечко они выпирают. И вот здесь мне нравится, что ничего. То есть коридор просто одного размера. Знаете, нет никаких углов, уступов, всего остального. Как это частенько бывает в наших новостройках. И вот здесь даже какие-то картиночки есть. Полагаю, от застройщика. Может быть и нет. Выходим с вами на лестничный марш. Здесь нет дурацких моих нелюбимых переходных балконов. Обращаю внимание, что ограждающая конструкция одинаковая, что на первом этаже, что на последнем. А подсветка очень красиво, ровненько даже смотрятся стены. Здесь глухое окно. Вот эта стройка впереди. Вон, видите, брусник, она крайне написана. Красиво смотрится. Фасад вы тоже обратите внимание. Во-первых, окна очень с большим проёмом. Плюс, обращаю внимание, смотрите, как они сделали красиво фасад. То есть не просто ровненько, а такие декоративные элементики сделали сами. Смотрится нормально. На крыше видим небольшой бардак. Остатки утеплителя. Странно, что не поубирали какая-то грязь, песок, камень. Ну так, в принципе, по мелочи. Во дворе видно красивое зеленение. Чтобы подняться на, выйти на кровлю, вот такой у нас подъём достаточно крутой. Здесь мы сразу видим вот это монолитное перекрытие. Здесь другой материал. Вот вам, пожалуйста, трещина пошла. Это всё нужно исправлять по гарантии. Ну, здесь сами понимаете, что произошло в бруснике. Здесь просто был потоп. Текло, текло, текло. Тут электрика. Смотрите, как всё. Лунный рельеф. Да, почему не исправляю, честно говоря, непонятно. Дверь закрыта. Что-то дверь такая, тут ручка жиденькая. Или металл такой жиденький. Да, с гидроизоляцией они там что-то подкосячили, друзья. Смотрите, какой крутой спуск. Спустился на 13 этаж. Чтобы посмотреть, что у нас здесь. Здесь аналогичная картина. Аналогичные картины. А потолок просто обычный. Красивый белый. Тоже смотрится всё хорошо и красиво. Вот сами, кстати, оцените. И мне очень нравится, как вот эти светильники смотрят. Здесь, кстати, света чуть больше. Но вот эти светильники сверху очень красиво смотрятся. Очень круто сделали. Молодцы. Панель тоже смотрится красиво. Вот пока что я вижу, есть маленькие такие недостатки, которые надо устранять. Но в целом всё очень прилично. Молодцы. Если анкера у Банава окрашены в цвет, сделаны красиво, а не в рунь и в цвет, они такого серебристого цвета, из нержавейки очень красивые, то здесь они сэкономили, поставили обычный. Ну, здесь хотя бы стойка ровно стоит. В отличие от того, что мы с вами видели на первом, друзья, этаже. Когда идёшь по лестнице, здесь нигде нет указателя, кроме вот 12 этаж, кто-то ручкой, карандашиком, вернее, начертил. Но вот внешний вид лестницы, друзья, знаете, у нас бы назвали бы это реально премиум-классом или какой-нибудь бизнес-класс. Ну, кто-то вещи оставил на лестнице. Лестникный марш приятный. Это не знаю, какой этаж. Пятый, шестой. Ну, вот видите, да, тоже стойка. То есть они её изначально не окрасили. И вот брусника – это камень в ваш огород. Тут, видно, видите, как у них трещина пошла. Тоже надо по гарантии уже обращаться. Спускаясь ниже, вот смотрю, вот здесь она почему-то кривая у всех. То есть они не смогли ровно приварить. Видно, варили на заводе, а потом сюда привезли монтировать. Наверное, так. Здесь она уже поровней, а вот эта почему-то ржавая. Вот, смотрите. Спускаемся ниже. Не знаю, какой-то этаж третий, наверное. Тут она кривая, тут чуть поровней, а тут, видите, тоже ржавчина. Вот, всё сделано по проекту, видно. Тут она тоже кривая, тут чуть ровней, а это ржавчина. Ах, ай да брусника, ай да молодцы. Второй этаж. И вот здесь, знаете, если ты чуть повыше ростом, то придётся нагибаться, потому что вот такой уступ есть из бетона. Голову там можно себе хорошенечко разбить. Вот что-то с проектиком-то они тут не подрассчитали. Зато красивые таблички выход. А обычно стоят самые недорогие, зелёного цвета, кривые косые, которые смотрятся так себе. И обратите внимание, как вот красиво смотрится вот эта табличка. Она на стекле, написано «выход». Вот такая прям из-под стекла идёт свет, очень красиво. Выйдем с вами... Так, давайте посмотрим, что у нас тут открыто, закрыто, закрыто. Скорее всего, комната для техинвентаря. Выйдем, давайте с вами, друзья, во двор. Посмотрим, что здесь. Ох ты, ну а здесь красивое зеленение. Вы знаете, здесь из нюансов это дворы-колодцы. Я вообще, честно, не любитель дворов-колодцев. Может быть, из-за того, что я жил в центре на Васильевском, у нас были дворы-колодцы. Но вот мне как-то, знаете, здесь зелень, хорошо всё сделано, но, блин, пространства никакого нет. Заходишь, знаешь, в какой-то двор, блин, ну мы ж не в тюрьме, почему нельзя было сделать всё открыто, честно говоря, непонятно. Но если это опустить, то озеленение шикарное. Большие деревья, светодиодная, подсветка, трава красивая, всё подстрижено, брусчаточка. На первых этажах, обратите внимание, какие окна здесь есть, терраски. Вот, колясочная видна, скамейки, урны. Всё вот сделано, знаете, в одном стиле. И нельзя курить. Это молодцы, я тоже против курения. Мне нравится, что везде есть магнитные, как их правильно назвать-то, недовочки. Ну, в общем, вот эти магнитные штуки, которые магнитят дверь, и ты можешь спокойно пройти к себе домой, соответственно, с ребёнком и с коляской. Двор с разным уровнем по высотности. Есть вот шезлонги, где можно позагорать. Смотрите, здесь просто в прятки можно играть. Вот реально спрячешься в этом лесу, в таком озеленении, тебя не найдут. Также есть для жителей с колясками вот такой пандусик, такой спуск. Это, я считаю, тоже хорошо сделано, когда вот такой перепад высот идёт. Но обратите внимание сами на зелёные, на озеленение, на вот эти кусты, которые отделяют от небольших террасок жителей. Ну, по мне, конечно, они здесь молодцы, и очень брусника хорошо постаралась. В этом дворе, так вы знаете, ну, просто реально как будто в лес зашёл. Вот такие ощущения. Потому что вот так должны по-хорошему делать все застройщики и заботиться о своих жителях. Потому что я, когда приобретаю сам квартиру, я хочу вот так, чтобы это было, как у них на рендерах, а не ждать сто лет, пока это вырастет, и не убьёт ли это всё управляющая компания своим бездействием. Обращаться надо по гарантии. Здесь уже вот ржавчины большое количество. Спортивная детская площадка здесь всё есть. Давайте прогуляемся дальше по этому чудесному жилому комплексу. Собственный променад. Обратите внимание тоже на озеленение. Друзья, комплексу не 10, не 20 лет. Его не так давно-то издали. По фасаду не вижу, что пока где-то что-то отвалилось. Здесь видно, что его дырявят под кондиционеры. Местами видим вот такие балконы. Тоже смотрятся по мне симпатично. Везде есть указатели. Сразу видно, что это второй подъезд. Какие квартиры. Что-то вот здесь отвалилась плитка. По гарантии исправят, надеюсь. Вот они терраски. Вот за такими кустиками. Ну, вот реальная красота. Здесь приятно, друзья. Находиться и не стыдно пригласить сюда своих друзей. Вот кто, друзья, в Санкт-Петербурге или в Ленобласти сможет похвастаться таким же озеленением, как здесь сделала брусника. Накидайте варианты, пожалуйста, в комментарии. Видите, для чего терраса нужно? Можно мотоцикл свой хранить. Из плюсов, кроме кустарника, к которому уже все привыкли, уже, знаете, так неинтересно, есть трава, как в Беларуси я видел. Идем еще к одной детской площадке. И вот смотрите, какая красивая трава. Деревья. Все большое, высокое. И впереди мы с вами видим стройку. Во всех проектах есть детские спортивные площадки, потому что это требует наша нормативная база. Обращаю внимание, что здесь сделала брусника. Есть распуск, два спуска. Есть вот такие скамечки, где могут и потусоваться подростки. Здесь у нас вода. Здесь вот у нас такое покрытие из мелкого гравия, которое приклеено каким-то образом. Здесь мы видим с вами, работает автополив. Для того, чтобы здесь зашла трава. И обратите внимание, как круто сделана. Огромнейшая песочница. Вот такой подиум. И сверху такие весельки висят, развиваются по ветру. Очень так красивенько. Впереди с вами видим стройку. Видим, что на парализованный кирпич уже местами приклеили утеплитель. Все сделано четко. Ну, тут какой-то моментик, что немножечко неплотно, наверное, потом переделают. Здесь уже нанесли сетку и штукатурку. Потом окрасят и будет красиво. Обращаю внимание на окна. Но вот не каждый застройщик у нас может похвастаться вот такими большими, широкими окнами. Потому что я считаю, чем больше света, тем лучше. Это мало того, что экономия электричества. Второе, это более красивый внешний вид. И третье, в ваших квартирах всегда светло. Вот даже не знаю, на какого застройщика это похоже. Даже вот банава такие деревья не сажает. И очень много на чем экономит. Сделано все классно. Вот смотрите тоже, да, вот грубо говоря, посадили дерево, поставили вот такие красивые подпорки, столбики. Закрыли. Бамбук, да, бамбуком. Очень смоется красиво. Да? И дерево будет в сохранности, и внешний вид прекрасен. Кара хвойных деревьев, люки. Какого-то там оборудования. Вот тоже еловые насаждения. Это пожарные проезды, закрытые на замок. Блин, здесь уютно. Вот, наверное, если будет строить дальше, я, наверное, себе подумаю о том, что приобрести квартиру в бруснике. Из нюанса видим, что, вот видите, вот такие подтеки, вот белые пятна, это как раз влага. Из-за того, что давление, вот оно по фасаду идет, оно вот сюда затекает. То есть здесь нужно в дальнейшем состройщику в проекте это доработать, сделать, например, какой-нибудь там отлив или еще что-то по-другому придумать, чтобы вот не было таких моментов. Потому что, что это в дальнейшем будет? Это, возможно, разрушение штукатурного слоя и приведет к тому, что нужно ремонтировать, и внешний вид уже будет так себе. Площадка для выброса мусора. Значит, здесь вот дерево и металл. Класс. Но почему-то здесь только вот можно выбросить бумагу и все, больше почему-то здесь ничего нет. Возможно, увезли. Возможно, еще не поставили. Ну, конечно, из-за особенности это то, что вставят кондиционеры и внешний вид уже портят. По-хорошему, наверное, застройщику нужно продумать, то, чтобы были места под крепление внешних блоков кондиционеров, чтобы была дренажная канализация. И будет, наверное, поинтереснее все это смотреться. Ну, а тоже смотрим, да, вот бетон. Все одним цветом. Бетон отсюда издалека. Ничего не могу сказать плохого. Из плюсов я вот вижу, вот видите, перемычки. Часто их экономят и делают из металла. Но, сами понимаете, камень и металл – это разные материалы, а здесь тоже из бетона. И, причем, заводского качества. Ну, и, соответственно, вот сам поризованный кирпич, он хорош тем, что это керамика. Это очень-очень долговечно. И керамика, она имеет хорошее свойство по теплопроводности. В таких квартирах и прохладно летом, и очень тепло зимой. Экономия на ресурсах. А можно посмотреть на это прекрасное двух-трехэтажное здание, подумать, что это какой-то коммерческий объект. А нет, друзья, это не красивый коммерческий объект. Это школа номер 11. Посмотрите, как красиво выполнен фасад. Ну, и, в принципе, здесь и так вот большое количество разных красивых домов. Очень здесь приятно находиться. Брусники, можно сказать, большое спасибо за вот такое прекрасное озеленение. Есть, конечно, над чем поработать. Например, вот над такими местами. То есть сделали, чтобы было удобно. Но, видите, здесь колендационный люк. Они рассчитали. Если бы его сместить бы на метр сюда, то вот таких провалов бы, соответственно, не было. Дальше столбы от застройщика. Для того, чтобы не парковались, здесь уголок из металла и дерево. Это тоже и внешний вид, и все остальное. И парковка сделана аналогично. И цоколь смогли смыть, как сделать. Ну, очень красиво, друзья. По крайней мере, то, что я вижу, мне нравится. Еще мне нравится забор строительный. Не как это бывает у наших суперзастройщиков. Он кривой, косой. Такое ощущение, что скупленный бушный на Авито. Здесь вот он, такой нормальный забор. Реклама брусники. И здесь вот он, такой обычный строительный, светопрозрачный. А это еще какая-то интересная конструкция. Не знаю, что такое. Но тут тоже, да, вот видите, как интересно они сделали. Молодцы. Туда еще и пройти можно. Ну-ка, давайте пройдем, что ж там такого. Заметил еще приятную особенность, что каждый ряд прокладывается сетка. Издалека, конечно, непонятно, что за сетка. Но стенка будет очень крепко держаться, никуда не сдвинется. Молодцы. В Москве сегодня плюс 31. Очень жарко и очень душно, друзья, душно. Вот такое ощущение, что то ли ливень пойдет, то ли, я не знаю, в Москве может всегда так. Напишите, кстати, местные жители, вот всегда так летом жарко и душно. И обязательно, друзья, поддержите меня лайком и подпиской на канал. А здесь с ливневочкой что-то пошло не так. Она вся переломана. Вот не знаю, из-за того, что машины по ней ездили, не выдержала нагрузка либо еще что-то. Вот напишите в комментарии, друзья, особенно те жители, которые здесь проживают, почему до сих пор это все не исправлено и что вообще говорит по вот этому недостатку управляющая компания и застройщика. Вот видно, да, что сверху она демонтирована, потому что пластик почему-то весь рассыпался. Это непонятно, то ли от нагрузки, то ли такой, к сожалению, был качественный. Фасады смотрятся красиво. Знаете, вот они такие, скажем, простые, вот небольшие вот такие, знаете, есть декоративные элементы, но он и через 10 лет будет смотреться красиво, а не когда, знаете, делают какие-то ляпистые, цветные и тому подобные фасады. Проходим дальше. Здесь тоже вот видим утепление. По утеплению у меня вопросов никаких нет. Все вот. Видно, что он, знаете, новый утеплитель, что это сделано сейчас, а не в прошлом году, когда это успело все выгореть и развалиться. Причем, кстати, и утеплитель по технологии смонтирован, вот где углы правильно сделаны. Поэтому видно и не сыпется ничего, как у некоторых. Помните поговорку? Не место красит человека, а человек красит место. И когда ты видишь вот такую красоту, то я вот, честно, отсюда даже не хочу уезжать. Я бы остался здесь прямо сейчас и желательно, где бы прохладнее и под кондиционер. Но кто может похвастаться таким проектом в Санкт-Петербурге? Кто-то вспомнит такого застройщика в Питере? Кто вспомнит, напишите в комментарии. Ну, понятно, красное и белое, пункты выдачи, шавермы, все как обычно, атрибуты любой новостройки. Ну, смотрите, да, как красиво. Пожарный выезд. Значит, здесь у нас что? Вот такой замок. Ну, главное, чтобы быстро успели открыть. Здесь, конечно, уже металл подоржавел. Надо бы по гарантии все заменить. Рубитек было похоже на БАС-АйПи, но тут тоже, видите, тоже надо по гарантии делать. Обращаться, вернее. Красное и белое ограничитель сделало просто обычную. Арматуру вбили туда и трубу насадили. Молодцы. Дешево и сердитом. Смотрится красиво. Озеленение хорошее. С кондиционеров капает все вниз. Вот, видите, вот. Это, считаю, минус. Ну, управляющая компания разрешила, значит, можно. Вот когда вот такие, видите, черные ящики повесили, внешний вид уже лучше, нежели чем когда вот просто они белые торчат. Не знаю, это потом выдают или покупать надо. Между домами небольшие парковки для жителей. Заезд, выезд здесь под шлагбаум. То есть, соответственно, чужой сюда на машине не заедет. И вот, смотрите, тоже машина среди вот этих кустов. А это что у нас? Ммм, как вкусно пахнет. Забыл, как это называется. Напишите в комментарии, пожалуйста, друзья. Блин, из головы вылетело. Причем у этого растения шикарный аромат. И оно колючее. То есть, через кусты никто не полезет. Знаете, такая, скажем, живая изгородь. А периодически я показываю в своих видео строителей-застройщика, которые, знаете, ходят в своей одежде, не в светоотражающих жилетках, никаких тебе касок. Просто какие-то, знаете, пришли там обычные люди и что-то там делают на стройке. Вот давайте посмотрим, что здесь со строителями у брусники. Обратите внимание, друзья, на строителей брусники. В касках светоотражающая одежда и страховка. Люба, дорого. Посмотреть. Здесь указатель квартир, смотрите, немножечко наискосок висит. О! Брусника, скину номер своей карты, пополните мне баланс лицевого счета. Блин, ну как приятно браться за дерево, друзья. Ну вот реально красавцы. Тут у нас аналогично, а другая система допуска рубит. Так видно, видно, ставят то, что сейчас есть, кто не свалил от нас. Ну внутри здесь, видите, закрыто, все аналогично. Молодцы. Так, а вот здесь, смотрите, написано, управляющая вашим домом Наталья Солнышкова. В общем, доступе брусника. Вот видите, все вот в их стиле сделано. Ну и спам различный. Отмосточка вот из такой гальки. Красиво. Вот оцените, друзья, по пятибалльной шкале, как вам фасады зданий, дворы и озеленение. Да, друзья, когда вот смотришь вот на эту красоту, то понимаешь, за что платишь деньги. Друзья, встретил ребят, которые приобрели квартиру в бруснике. И давайте поинтересуемся, почему именно брусника? Ну, нам понравился дом, как здесь выглядит. Очень много зелени. Невысокая застройка, как нам кажется, вполне комфортно. контингент хороший, как нам кажется, опять же, не знаем, что будет по факту. А как с транспортной доступностью здесь, если на работу в центре ездить? Не очень, да? Мы на удаленке, поэтому нам не так важно. Вообще никак, это просто дно какое-то. Отсюда добраться надо квест пройти. Ну, я с Химок сюда ехал час десять на машине. Не в час пик. Не в час пик. И по платке. Мы-то думали, М4 развязку достроит, все поедет, а осталось... М4 стоит вообще в город трындец. Вообще просто. Да, М4 стоит, туда электрички. Вот пустили бы какие-то маршрутки, было бы поинтереснее. Так, конечно, это боль. Как дворы оцените, брусники? Дворы хорошие, нам нравятся. А в квартирах здесь уже были? Мы смотрели квартиру, ну, получается, вот в этом доме, да, там какая-то квартира за столочкой такая. Ну, нам понравилось. Нам нравятся входные группы, мне кажется, очень интересно сделаны. Подсветка интересная. Ну так, в принципе, здесь как-то уютненько. Как-то так вот. Ну да. Я вот сам, например, отсюда даже уходить не хочу. Хочу сейчас сам живу в прекрасном комплексе с прекрасным озеленением, но даже мой застройщик, который импортозамещенный, свалил от нас, и то даже не делал вот такое озеленение, такие классные высокие деревья, как здесь. Опять, очень часто здесь какие-то проводятся конкурсы, праздники. Управляющие компании и застройщика, да? Управляющие компании, в принципе, мы здесь просто недалеко живем, но как мы следим. Нам нравятся праздники хорошие, постоянно дети, здесь много детей, анимации, то есть как бы... А что с социальными объектами школы, детские сады? Все очень плохо. Мест нет, да? Местные. Вокруг. Вокруг, ну, соответственно, детей много, много молодежи, молодые семьи, нехватка садов, в сад почти не попасть, школы все переполнены, очень-очень сильно плохо, скажем вот так вот. Нет, ну, с другой стороны, опять же, когда мы только въехали в этот район, здесь было очень мало садов и школ. Сейчас, в принципе, что-то строят, вот здесь брусники построили. Ну, брусника же сдала в январе школу, и до этого... Брусника школу еще не сдала, а, не сдала. А, это другой, получается, застойщик в январе сдал. Наверное, ковидные два вот здесь вот вроде тоже школы. И детский садик уже есть от Брусники. Ну, от Брусники, там детский сад есть, да, но это, наверное, его один ввели за год, вот с фронтацией, а домов сдали сколько? За 8 лет первый детский сад. Да, 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 дети уже выросли, которые мы уже... И уже ему и школа не нужна, и детский сад не нужен. Что-то нам подсказывает, что они точно задержат. Ну, надеемся, что хотят построить. Есть один большой минус, они практически не строят. Очень медленно, мне кажется, строят дома вообще. Вот они как бы наш дом, мы в котором купили, строили, а рядом уже соседний дом Брус, а этот дом прям совсем очень медленный, да. Как-то так медленнее стало. Парковку у нас вот соседи купили, они вообще там ничего не делают, хотя в этом году сдать обещают. Вот это очень разочарование. То есть мало строителей, да, у них получается? А мы не знаем, почему. Обещают, но вот парковку они обещают сдать в этом году, а там как бы... По ощущениям не успеют. А там просто плиты лежат. Ну, что-то нам подсказывает, что за полгода они не успеют ее все построить. Там должен быть многоуровневый, да, паркинг? Да, многоуровневый. Пятиу, да, пять этажей, если я ошибаюсь. А на первом этаже там какие-то должны быть магазины. Коммерция, понятно. А там как бы пока только кран стоит, они уже продают. Который не движется. Ну и мне кажется, как минус еще один, это как бы цена этих парковок, да, вот допустим, сколько стоит места? В доме подземная парковка будет. Сколько там, какая цена? Два? Два с половиной миллиона. Два с половиной миллиона. Ну, я считаю лично это очень дорого. Вот. А в той парковке, которая на земле, полтора, наверное? Ну, от миллиона стартует. Ну, от миллиона еще там того, что там только плиты положили. Вечером, если сюда приехать, припарковаться можно? Вообще без вариантов. Здесь даже в четыре часа люди говорят, что невозможно. Ну, вот я сюда приехал в 12 и вот еле припарковался. В соседнем комплексе. В шесть вообще уже нет. Там уже вторым, третьим рядом. Но стоит сказать, что не самое плохое. Вот там есть еще хуже. Еще хуже, да? Нечем нужно выписывать как бы... Пропуск на машину? Да, не просто так. Не мы сами можем, допустим, открыть, а через пропуск. А вас эти дворы, колодцы не смущают? Нормально. Мне кажется, зелень много. Ну, зелень немного, действительно, да. И та же застрашивая. Мне кажется, наоборот, удобно, когда ребенку там уже как бы 8-10 лет, да. Во двор его отправил и смотришь за ним. У нас, да, приходить в окна во двор, как бы, следи за ребенком и все там. Чтобы никуда не убежал. Да. А он закрыт, как бы, все. В этом плане хорошо. Мы приобретали трешку, да. А вот здесь рядом, вот они стоят, там 25 этажей однушек. Вот со сроками сдачи, мне кажется, брусники больше... Они вот медленнее всех строят и сдают медленнее всех. Потому что на 2-3 года, чтобы задерживать срок сдачи, ну, у соседних домов такого не было. То есть, в целом, все там... Ну, плюс полгода максимум они сдают. Ну, опять же, мне кажется... Подожди, а может быть, качество тогда у них лучше, что они так медленнее строят? Или... Нам пока сложно сказать. Мы живем... Вот говорят, что у первого дома постоянно затапливают... Паркинг. Кладовки. То есть, у них прям эта проблема. Не знаю, у других есть такая проблема или нет, но там есть эта проблема. А по стоимости вот квартиры, если вот смотрите, ваше трехкомнатную квартиру на момент того, когда вы приобретали, и соседних комплексов, где тоже трешки, здесь дороже. Насколько дороже примерно? 20-30%, 10%, 20%. И то есть, вы готовы осознанно были переплатить за то, вот за это озеленение, входные группы? Ну, не за озеленение, больше, скорее, за малоэтажность. Малоэтажность. Здесь очень интересные тренировки. Вот архитектор у них молодцы, на самом деле. Согласен, да. На самом деле, тренировки здесь классные. Вот, потому что нравится балкончики, вот эти открытые, да? Бывает, как бы, закрывают, наоборот, балконы. Ну, если площадь позволяет квартиру, открытый балкончик, это очень удобно. Здесь еще стоит сказать про дублю Румкады, которые строятся. Вот как он еще... Ну, по идее, это он должен разгрузить часть потока. Ну, не факт. Ну, не факт, да. А как они сейчас делают развязки, может, наоборот, будет еще все хуже. Спасибо вам большое. Да, конечно. Надеюсь, вовремя сдадут. Да, надеемся. Вот тоже, да, друзья, смотришь, обычный фасад, по обычной технологии мокрого фасада, но декоративные элементы под дерево, и вот внизу, видите, где сделано вот такой, как, не знаю, вот такой волной идет, и вот смотрится уже немножечко по-другому. Окна, конечно, можно назвать оконища. Жалко, конечно, что под кондиционерой ничего не продумано сразу. Но будем надеяться, что в новых проектах они все сделают. Четвертый подъезд, квартира 119-й по 173-й. Тут все аналогично. Заходишь здесь, сразу чувствуется прохлада. Аналогичная входная группа, но нет никаких ступенек, все в уровень с землей. Чья-то собачка не выдержала, написюкала. Красиво. Грузия реально смотрится красиво. Зеркало очень красиво смотрится. Потолок красиво смотрится. Картины висят. Не знаю, от застройщика или... Ну, скорее всего, застройщика или управляющая компания поставили. То же самое здесь один лифт. Всего 9 этажей. Красиво смотрятся двери. Очень приятно. И лестничный марш наверх. Аналогичный лифт. Поднимаемся на 9 этаж. Вот, кстати, круто, что нажал кнопку, буквально секунду, двери закрываются, не нужно ждать, мне вот это нравится. И обратите внимание, просто какой здоровенный лифт, по-другому это, друзья, не назвать. Тут, наверное, метр двадцать, метр тридцать, если не больше. У меня же есть электронный помощник. О, полтора метра, да? На 2,10. Выходим, 9 этаж. Здесь, видно, люди сами оставили, ну, вот, посадили и поставили зеленое насаждение. Смотрите, как все красивенько, очень четко. Также мы с вами видим указатель этажности, указатель квартир, где находится. На потолке мы видим все то же самое, ламынки под дерево. И вот, обратите внимание, как здесь красиво смотрится подсветка над входными дверьми в квартиры. Кстати, обратите внимание, как вот эта самая крутая табличка, которую я когда-то видел, она на прозрачном пластике, написано, куда звонить, регистрационный номер, если вдруг ты застрял, и тебе нужно связаться с оператором. Выходим. Давайте выйдем во двор. Красота. А, ну, получается, да, я вот в этом доме был, но вот с другой стороны вышли. Двор смотрится, вот сами оцените, друзья. Единственное, что двор колодец, конечно, но зато здесь озеленение, на мой взгляд, просто прекрасно. И когда ты платишь деньги за квартиру, то ты хотя бы понимаешь, за что ты платишь. Вернулись с вами на основной вход в этот жилой комплекс. Вот, обращаю внимание, что заистую территорию под шлагбаумом, между домами парковка. Приятно, что, вот видите, рельеф идет вот туда вниз, то есть здесь дома пониже, там чуть повыше. Ну, и, конечно, правильно, как сказали ребята, малоэтажное жилье, это, конечно, не вот эти высотки, которых никогда не будешь знать своих соседей в лицо. А здесь у застройщика вижу соседский центр. Ну-ка, интересно, что же там внутри? Друзья, чем-то, знаете, напоминает, как в Финляндии у них часто есть и помещение, где можно спортом позаниматься и, соответственно, постирать одежду. Здесь обратите внимание, что стоят профессиональные стиральные машинки, есть спортивные помещения, есть санузлы, есть рабочие места, где можно просто посидеть и поработать прямо в своем жилом комплексе. Сегодня у нас понедельник, 1 июля времени без 4 минут 14. Обратите внимание, какое здесь уже достаточно плотное движение, сигналят, люди перебегают дорогу. А чуть в стороне все достаточно тихо, спокойно и зелено. Лично у меня осталось приятное впечатление от посещения жилого комплекса 1-й квартал от Брусника. Нужна помощь с недвижимостью. Оставьте заявку на andreartemov.ru либо напишите в моей соцсети, они в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...